Любой человек, который приходит на занятия в тренажерный зал, в первую очередь должен определить и четко понимать, к какому типу он относится. Или к октоморфом, или мезоморфом, или эндоморфом. Потому что от этого зависит и режим ваших тренировок, и веса, которые вы будете поднимать, а также питание. И вот сегодня мы решили записать для вас несколько роликов, которые смогут в этом вам помочь. Единственное, что хотелось бы посоветовать начинающим культуристам, не торопитесь сразу же переходить к тем схемам тренировок вашего типа сложения. Я считаю, что человек, который начинает заниматься культуризмом, в любом случае должен пройти от полугода до восьми месяцев начальных занятий, втягивающих занятий. Цель и задача этих занятий укрепить ваши связки и укрепить ваши суставы. Потому что если мы внимательно посмотрим с вами на интервью чемпионов в пудебилдинге, которые занимаются много лет, самые главные проблемы с их здоровьем, это проблемы суставов и проблемы связок. Мне бы хотелось, чтобы вы этого избежали. Я считаю, что у молодежи главная проблема это нетерпеливость. Я понимаю, что хочется прийти в зал и сразу женщине стать тоненькой, худенькой, красивой. Парню хочется стать мускулистым, таким, чтобы девушки обращали внимание, чтобы от него верилось силой, красотой мужской. Но поверьте, чем планомернее и правильно вы будете идти к своей цели, чем вы будете четче использовать периодизацию в ваших тренировках. А самое главное, что вы будете заниматься здоровым культуризмом. Постепенность. Вот это главная цель. Тем быстрее вы придете к заветной мечте. И самое главное, что вы сможете заниматься долгие-долгие годы, и у вас не будет проблем со связками, уставами. И самое главное, со здоровьем. А значит, от занятий вы будете получать только одно удовольствие. Успехов вам! Итак, начинаем. Эктоморф – тип человеческого организма, склонный к худощалости. Обычно люди этого типа очень худые и обладают ростом выше среднего. Характерной чертой является также маленькая мышечная масса, которая выглядит достаточно рельефно. Обладая небольшими суставами и талии, эктоморфа трудно обвинить в запасе жира на долгую зиму. Дело в том, что у такого типа людей очень высокий метаболизм. За счет этого, своей структуры, проблема жира для них полностью будет отсутствовать. Даже если они будут круглыми сутками лежать на диване. Однако, у этого типа людей есть очень серьезная проблема. Высокий метаболизм не дает возможности набрать большую мышечную массу. Безошибочно определить этот тип вам помогут следующие признаки. Длинные худощавые конечности, общая худая конституция, маленькие суставы и маленькая талия, угловатые узкие плечи, припирающие кости, очень малое количество подкожного жира. С точки зрения окружающих, эктоморф постоянно находится в одной и той же паре. В принципе, это так и есть. Колебания массы обычно характерны только в сторону уменьшения. Такое случается, когда человеку приходится работать с повышенным расходом энергии или он переходит на рацион с недостаточным количеством калорий. В таком случае, те немногие запасы жира, которые могут ископиться у эктоморфа, очень быстро расходуются. Такие процессы чрезвычайно нежелательны для этого типа человеческого тела, а кардионагрузки считаются чуть ли не противопоказанными. Продуктивность занятия культуризмом у эктоморфов намного ниже, чем у остальных типов. Увеличение мышечной массы происходит после продолжительных упорных тренировок. Однако, даже в этом случае объем мышц не достигает уровня мезоморфа. Сложность культуризма в этом случае состоит в необходимости жесткой высококалорийной диеты, так как в противном случае нехватка питательных веществ, помноженная на высокий уровень метаболизма, приведет к каннибализму. Организм будет просто поедать сам себя, съедая большую часть мышц, полученных на тренировке. Также следует не пропускать занятия, так как следствие будет такое же. Силовое упражнение развития мускулатуры крест эктоморфа на всю его оставшуюся жизнь. Однако, во всем отрицательном всегда можно найти только положительного. Дело в том, что у эктоморфа эффективный рельеф мышц под действием тренировок проявляется практически сам собой. А вот остальные две группы вынуждены упорно тренироваться для получения такого результата. Исходя из описанного выше, можно выделить еще несколько признаков, типичных для эктоморфов. Первое. Эти люди обладают высоким уровнем энергии, что делает их склонным к гиперактивности и беспокойному поведению. В некоторых случаях склонны к бессоннице. Второе. Переедание эктоморфам не грозит, так как они очень быстро переваривают то, что поступило в их организм. Третье. Для них показана высокоуглеводная диета, так как они не сохраняют углеводы в виде жировых отложений, а трансформируют их в энергию. Четвертое. Они отлично выдерживают длительные нагрузки, при которых требуется затратить большое количество энергии. Например, стаи и марафонсы. Пятое. Несмотря на оптимально подобранный комплекс физических нагрузок, они с трудом набирают и удерживают свой вес и мышечную массу. Самым проблемным свойством эктоморфа является трудность в наборе веса. Сколько бы он ни ел, все равно человек остается худым. Благодаря своей структуре, в культуризме им очень трудно подняться выше, чем самые легкие в весовой категории. В период же межсезонья они могут потерять немного мышечной массы, но не прибавить в общем весе. Для успеха им требуется постоянная тяжелая работа, высокая самодисциплина и специфическое питание. Постараюсь дать несколько советов, которые помогут худощавым эктоморфам не терять слишком много энергии. Первое. Им необходимо всеми возможными способами замедлить свой бешеный метаболизм. В первую очередь следует к минимуму свести двигательную активность и сохранять энергию. Второе. Людям этого типа необходимо научиться расслабляться. Самый лучший вариант – это сон. Природа тела склонна этому противостоять. Однако нужно приучить себя спать чуть дольше, иногда вводя в распорядок дня и пару часов дневного сна. Третье. Стресс и беспокойство – хороший источник потребляемой энергии. Именно поэтому эктоморфам противопоказано нервничать. Существуют многие методики снятия стресса, которые помогут вам и в жизни, и на тренировках. Лучшим вариантом для спокойствия духа является медитация. Информацию по этой теме вы можете найти во множестве источников сами. Четвертое. Тренировки для такого типа человека должны быть интенсивными. Ему не подходят длительные нагрузки, потому краткость времени, проведенная в зале, компенсируется повышенной динамикой тренировки. Также обязательен полноценный отдых между тренировками. Пятое. Так как эктоморфам не требуется сжигать жир, для них программа тренировок составляется без аэробных и кардионагрузок. Максимально, что можно себе позволить, так это 15-30 минут 3 раза в неделю в качестве общездоровительных упражнений. Шестое. Для того, чтобы быть в хорошей форме, эктоморфу требуется повышенное содержание калорий. Именно поэтому его рацион должен быть специально подобран, а приемы пищи пропускать категорически запрещается. Из-за дефицита собственного жира в рационе в обязательном порядке должны присутствовать продукты, содержащие полезные жиры. Лосось, арахисовое льняное масло, орехи и семена и так далее. Седьмое. Самой лучшей диетой для эктоморфа является высокоуглеводная диета. Ему необходимо максимум углеводов, которых в процентном соотношении должно быть не менее 50-55%. Еще 30% составляют нежирные белки и 15-20% жиры. При этом нельзя есть все подряд, так как можно попросту согнать свой желудок. Факт калорийности пищи не должен отодвигать на второй план вопрос качества еды. Во всем необходима голова и мира.